Далее мы смотрим центральные мотивы и вопросы Евангелия от Иоанна. И опять говорим, обращаемся к идентичности Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? На самом-то деле, ну все Евангелия, мы заметили, отвечают на самый главный вопрос. Кто такой Иисус и как нам обходиться? Что через Иисуса мы можем уметь? И смотрите, в первой главе Евангелия от Иоанна мы знаем с 1 по 18 стих, это пролог Евангелия от Иоанна. Это пролог, это как вот гимн логосу. Гимн логосу, который был предвечный у Отца, то есть Иисус, это еще один титул Иисуса Христа, логос, слово, Бог через Иисуса сказал свое финальное слово. И в то же самое время речь о воплощении Иисуса Христа, что он воплотился, слово стало плотью. Но дальше, после того, как заканчивается пролог, и начинает уже Иисус свое служение, потому что в прологе там речь идет только о предвечном воплощенном слове, и Иоанн как предвестник этого слова. Иоанн вообще, смотрите, в Евангелии от Иоанна оттеняется на второй план, он говорит, ему должно расти, мне умоляться. Я пришел, я не есть свет, я пришел, чтобы свидетельствовать о свете, свидетельствовать. Вот слово свидетельство очень важное слово в этом Евангелии практически, потому что все свидетельствуют об Иисусе Христе. И вот эти все знамения, вот эти все метафоры, все это должно свидетельствовать об Иисусе Христе. Иоанн Креститель как называет Иисуса Христа? Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И здесь есть еще в Евангелии от Иоанна, вы, наверное, уже это знаете, отличие в чем заключается, что в синоптиках Иисус празднует тайную вечерю во время Пасхи, получается, с учениками, они празднуют и на следующий день Пасха. Иисус умирает в день Пасхи. Получается, вечером они в четверг празднуют Пасху, и на следующий день Он умирает. Получается, что вот этот вот следующий день, пятница, это вот Пасха, можно сказать, в самом разгаре. Ее начали праздновать в четверг вечером, они ели Пасху, да, где приготовишь нам Пасху? Но у Евангелия от Иоанна хронология другая. У Иоанна Иисус умирает на день раньше, получается. Иисус умирает в то время, когда заколали пасхальных акций. Получается, трапеза Иисуса Христа с учениками, она не пасхальная трапеза, она какая-то предпасхальная трапеза, получается. Но Иисус в Евангелии от Иоанна умирает в пятницу, в тот же самый день, только Пасха наступает уже вечером, после того, как Иисус умер, потому что Он умирает, когда заколают пасхальных акций. И почему так происходит у Иоанна? Иоанн немножко корректирует просто хронологию, потому что Иисус есть Агнец Божий, и Он должен умереть в момент, когда заколают пасхальных акций. Потом же в этой же, в первой главе Евангелия от Иоанна, с 19 стиха и дальше, мы читаем, что Он не только Агнец Божий, Он еще и Сын Божий. Получается, все вот эти его титулы. То есть сперва потом говорилось про... Иоанну обращались, не Христос ты? Он сказал, нет, нет, не Христос. Вот Иисус есть Агнец Божий. И дальше ему было сказано, что пославший меня крестить водой, тот мне сказал, на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, Он есть крестящий Духом Святым. И я увидел и засвидетельствовал, что Он есть Божий Сын. Он есть Божий Сын. Еще один титул Иисуса Христа – Его сыновство, Его единство с Отцом, Его причастность к Отцу. Я и Отец одно. Я есть Божий Сын. Потом следующий титул Иисуса Христа – это Учитель. И здесь речь идет в этом уже, о такой вот, можно так сказать, конкуренции между Иоанном Крестителем и Иисусом Христом. Что ученики Иоанна Крестителя узнают, что Иисус есть Равви, этот Учитель, где пребываешь, Он им говорит, идите, увидите. И они пошли и увидели, и прибыли у Него день тот. Получается, что ученики потихоньку, Иисус, да, вот, перенимает эстафетную палочку у Иоанна, Иоанн тоже, здесь не говорится, что его здесь быстренько арестовывают, да, что как будто служение Иисуса и Иоанна идет параллельно. Но ученики Иоанновы переходят, видя вот учительство Иисуса Христа, они переходят к Нему. Следующий титул здесь же – «Мы нашли Мессию». Ученики уже от того, то есть послушав Его как Учителя, приходят к пониманию того, что Он есть Христос, Он есть Мессия, что Он есть Помазанник. И потом Никодим, ой, Никодим, а Нафанаил, когда Иисус увидел Его под смоком, Он говорит, «Я тебя видел». И Он тогда отвечает, «Все». Он ему говорит, «Равве». Учительство Его признает, потом говорит, «Сын Божий». И еще добавляет и «Царь Израиля». «Царь Израиля». И говорит Ему, «Истинно говорю вам». Это уже Иисус. «Увидите небо отверстым, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих на Сына Человеческого». Вот обратите внимание, вот в этих 32 стихах одновременно происходит откровение читателям все вот эти вот откровения или представления всех титулов Иисуса Христа. И это идет как бы по нарастающей, что в итоге Нафанаил в конце сказал, «Ты и учитель, ты и Христос, ты и царь Израилевых, ты и Сын Божий». И еще Иисус в заключение им добавляет, «А я еще и Сын Человеческий». Что мы видим здесь в соответствии с синаптическим Евангелием, где о себе Иисус только и говорит, что Он есть Сын Человеческий. Получается, у Иоанна в такой маленькой подборке, в таком маленьком отрывке, небольшом, вся подборка всех титулов Иисуса Христа. Агнец должен пострадать, Божий Сын от Бога, Он и научит, Он и обещанный Мессия, Он есть и Царь Израилев, и Он еще Сын Человеческий в традиции Даниила, то есть это апокалиптического Сына Человеческого, который придет. Вот получается, что все вертится вокруг идентичности Иисуса Христа. И это идентичность. Смотрите, как продумано у Иоанна. В первой главе эти все титулы заявляются, а потом они на протяжении Евангелия, они будут раскрываться в той или иной ситуации. Потом про христологические заявления «Я есть» мы уже достаточно поговорили. И третий важный мотив этого Евангелия звучит так, мне вообще нравится. Добро пожаловать в вечность. Добро пожаловать в вечность. Вера и вечная жизнь – это центральный мотив Евангелия от Иоанна. По вере в Иисуса Христа мы имеем вечную жизнь. Все. Глаголы вечной жизни, как сказали ученики, он говорит, идите, если хотите, пожалуйста, если вам что-то тут непонятно, дверь открыта, ну реально сурово сказано, да, кому-то сказать, что-то не нравится, дверь открыта. Они говорят, нет, ты имеешь глаголы вечной жизни, ты имеешь слова вечной жизни, мы все, мы с тобой, мы никуда не денемся. И вот именно верующий в Меня, Иисус говорит, верующий, на суд не приходит, но переход, переходит от смерти в жизнь. И знаменитая Иоанна 3,16. Здесь тоже опять литературная, настолько сильная литературная обработка, которую нам не понять, что в разговоре с Никодимом Иисус общается с Никодимом и что-то рассказывает ему. И потом непонятно, в какой момент уже Иисус перестает говорить и уже говорит, сам евангелист Иоанн рассказывает какие-то истины. То есть вот здесь тоже у Иоанна настолько глубокая задумка, что ты как бы из одной реальности переходишь в другую реальность. То тут учит Иисус, то учит тебя уже автор Евангелия от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, это самый известный стих, что отдал Сына Своего Единородное, вот опять сыновство Иисуса Христа, его титул, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому Евангелие от Иоанна, в нем вот это вот приглашение в вечность, наверное, мы и говорим людям, читайте Евангелие от Иоанна неверующим, потому что там вот это приглашение в вечность, оно яснее всего звучит, что не надо ждать чего-то там, какого-то будущего суда, принимай сейчас Иисуса. Поверь, и будешь иметь вечную жизнь. Ну и также еще одна центральная тема о том, что столкновение Иисуса с миром. Мы видим, как мир не понимает Иисуса Христа, вообще никак. И мы видим, насколько мир и в лице вот этих иудеев, фарисеев, которые слышат вот эти все вечные истины Иисуса Христа, и в этих вечных истинах вроде нет никакого такого, никакой зловредности, никакого вот такого, ну что-то непонятного, неприемливого. Он говорит нужные вещи, да, веруйте в меня, будете иметь жизнь вечную. Что здесь плохого? Но мир не может это воспринять. Мир, находящийся вот в оковах каких-то вот традиций, ритуалов, вот таких земных пониманий, он просто не в состоянии. Вот эта вот полемика, она очень хорошо присутствует, ну что-то явно, то есть выражено, что вот это вот столкновение, да, оно приводит к тому, что они готовы были убить его. Он воскрешает человека, Лазаря, возвращает его к жизни, они говорят, убьем его. Насколько такое состояние людей, кто-то что-то делает доброе, а надо его за это убить, его надо ликвидировать, чтобы он никаких добрых дел больше не делал, потому что они не вписываются в нашу повестку дня, в наше мировоззрение, в наше сознание. И получается, Иисус, кстати, Евангелие от Анна, можно разбить на две такие основные части, или даже лучше на четыре части, из которых пролог и пилог, первая глава и двадцать первая главы, а посередине это, можно сказать, две книги. Книга Знамений, вот про которые мы говорили, семь знамений, и Книга Славы. И вот как раз Книга Славы, это когда Иисус приходит в Иерусалим, его торжественный въезд, вот это вот, и конец его славы открывается на кресте. И вот Иисус говорил, сказал такие слова вот в этой своей первосвященнической молитве, что «Отче, пришел час» или «час настал», это ключевое слово, оно, это выражение не один раз используется в этом Евангелии, что как будто у Иисуса вся его вот повестка уже заранее расписана, уже сценарий есть, и он просто наблюдает, оба, Отец, время пришло, все вперед, и куда он идет. И получается, смотрите, вот эти все вот окружающий мир, фарисеи, иудеи, все вот эти антагонисты, они как будто, с одной стороны, они свою роль играют, но с другой, ну, свою повестку дня, у них свои мысли, свои планы и так далее, но у Бога есть, они, можно сказать, со своей повесткой дня вписываются в общую повестку Бога, которую он имеет для Иисуса Христа, и они там что-то придумывают, да, вот как Каиафа, «Лучше один умрет, чтобы не за народ, а вообще-то за меня, чтобы у меня было хорошее, все в порядке, я свое место не потерял». А на самом-то деле, они вот играют, да, какую-то роль, это вот как фник Иова, помните, да, что Иов, у Иова там то-то, то-то происходит, а он не знает, а мы, читатели, знаем, что происходит вот в небесном дворе, да, где сатана приходит и говорит, а так ли он вообще следует за тобой, сейчас коснись его, и он тебя забудет, он говорит, давайте попробуем. Иов об этом, вот можно сказать, об этом споре, об этом, об этой, вот об этом состязании, да, он ничего не знал, потому что это такая божественная, да, то есть повестка дня, а они, он просто вот в своей этой ситуации пришли там разбойники, поворовали у него скотом, подул ветер, там дом упал, и погибли дети, и так далее, это вот все такое земное, земные события, а у Бога это была такая широкая повестка, и вот здесь получается тоже, Иисус разыгрывает вот эту божественную повестку дня, а люди со своими меркантильными повесточками, они тоже нужные свои дела делают, и получается, что Иисус, когда сказал, время пришло, все уже дальше, вот надо, ну, сценарий разыгрывается по плану, он попадает, его арестовывает, попадает к Пилату, Пилат ему задает вот это вот опять тоже, такая вот непонимание, такое непонимание, что есть истина, что есть истина, да, такой вопрос, и мы, читатели, должны ответить на вопрос, Иисус Христос, есть истина? И на кресте, естественно, он приходит на крест, и на кресте открывается вот эта вот знаменитая «Тетелестай», «Свершилось», «Я победил», «Моя победа», «Моя слава». Вот это, можно сказать, было, помните, программа такая «Звездный час», вот «Звездный час» Иисуса Христа открывается там на кресте, но после, но этим все не заканчивается, после этого мы знаем воскресение Иисуса, явление ученикам, и плюс вот это вот откровение Иисуса продолжается уже в действии Святого Духа. Каким образом? Во время вот этой тайной прощальной речи Иисуса Христа, она тоже настолько Иоанном умело все скомпонована, да, вот он был очевидцем, наверное, вообще, да, молодец, настолько вспомнил хорошо, настолько вот, если там источниками пользовался, что это прощальная речь, он прощается с учениками, он говорит, «Я ухожу», они, «Куда ты уходишь?» «Да как уходишь?» «Да что будет?» «Ученики все встревожены, не переживайте, я уйду, и я вам дам другого утешителя, параклета», да, вот это вот слово, значит, так вот оно звучит по-гречески, «Параклета», «Параклета» 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 правильно, наверное, ударение, но смысл этого слова, оно использовалось в греческом языке, для того, «Параклета» 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 больше... Сегодня просто слово утешитель другое значение имеет. Утешитель — это утереть слезы, да, человек платит, его надо утешать. Здесь не об этом речь идет. Параклетос — вот это Дух Святой. Я пошлю вам другого параклета, такого же, как я. Иисус им говорит, я ухожу, я не смогу быть с вами, или я буду с учениками, я могу быть только в каком-то одном конкретном месте. Но придет Дух Святой, который будет со всеми. И он будет вот этим параклетом, который призван идти рядом, чтобы помогать, быть рядом. Дух Святой будет рядом с вами. Он будет вместо меня, такой же, как я, но будет с каждым из вас. Вот этот вот советник, наставник, защитник. Смотрите, сколько вот этих смыслов в этом слой у Духа Святого. Он учитель, он также наставит вас на всякую истину, да, он обличит мир, там, да, и так далее, и так далее. Он будет выполнять множественность функций. И смотрите, в Евангелии от Иоанна Иоанн же знал уже о ситуации с этими, с сошествием Святого Духа, что есть в книге Деяний. Но у Иоанна своя Пятидесяница. Помните, когда Иисус потом с учениками встречается, он дунул на них и сказал, примите Духа Святого. Это как раз вот эта вот Пятидесятница Иоанна, что они принимают Духа Святого. И здесь мы видим продолжающееся откровение. В чем оно заключается? Что оно из двух понятий. Это в свидетельстве вот этого любимого ученика, который написал, чтобы вы продолжали веровать, верить в Иисуса Христа, доверять Иисусу Христу, и доверяя Ему иметь жизнь во имя Иисуса Христа. Все крутится вокруг того, чтобы иметь жизнь, поверив Иисуса Христа. И также действия вот этого параклета, вот этого помощника, который идет рядом, чтобы помогать. Смотрите, какая вообще значительнейшая функция Духа Святого. Идти рядом, быть рядом, чтобы помогать. То есть Дух Святой помогает нам, Он наставляет нас, Он обличает нас, Он предупреждает нас, Он вдохновляет нас, Он делает существенную работу. Это Он делает с каждым христианином. Если Иисус был на земле в ограниченном, и вот Он мог там с учениками, то сейчас Дух Святой продолжает работу Иисуса Христа здесь на земле. Он продолжает нам открывать, кто есть Иисус. Иисус, Он сегодня на протяжении двухтысячелетней истории мира, Он продолжает нам говорить о том, что Иисус Христос есть Агнец Божий, есть Учитель, есть Сын Божий, есть Христос, Мессия, есть Царь Израилевый, есть Сын Человеческий, Он есть Спаситель, Он есть Господь. Получается, смотрите, сколько титулов Иисуса Христа, и все эти титулы напоминает нам нужные ситуации нашей жизни для того, чтобы подкрепить нас, поддержать, чтобы мы продолжали верить в Иисуса Христа и, веруя, имели жизнь во имя Его. Насколько это такая освобождающая истина для нас, чтобы мы, зная Иисуса, и вот это главная задача Евангелия, через чтение этого Евангелия, через его изучение, мы познаем Иисуса, и не просто познаем его как-то абстрактно, богословски, но познаем его лично. И вот его титулы, его идентичность открывается в той или иной стороне, в нужный момент нашей жизни. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Я уже сказал про структуру, что это пролог, пролог, книга знамений, книга славы, эпилог. Цель — ободрить в вере христиан в трудные времена. Под словом трудные времена любые ситуации жизнью могут. Мы постоянно проходим какие-то трудные времена, и нам необходимо откровение, понимание того, кто является, кем является Иисус, и как Он может нам помочь. Основные темы — вечная жизнь, Святой Дух, превосходство Иисуса и Иисус и Иудеи, которые не могли, к сожалению, воспринять Иисуса Христа с Его таким раникальным учением, что Иисус — это Бог воплоти. Он вот этот вот, согласно одному исследователю, Он странник с небес, Он спустился с небес, Он был с Богом, слово было Бог, но Он пришел сюда, чтобы донести нам истину о Боге. Вернулся, и Он сказал, «Я вас оставляю, но Я иду, чтобы приготовить место вам, чтобы вы были там, где Я». Помните знаменитое? В доме Отца Моего дворцов предостаточно, и Я иду приготовить место вам. Поэтому наша задача оказаться просто в этих местах. И вот эти богословские основные направления, мы уже говорили, и христология, кто есть такой Иисус Христос, учение о Христе, сатериология, учение о спасении, что как мы спасаемся, доверившись Иисусу Христу, имеем вечную жизнь. То есть экклезиология, она деритуализированная. Что это значит? Что это антиритуальное. Ритуалы оставляем в стороне, мы не акцентируем их, для того, чтобы показать, что наша община, вот именно община, она находится под влиянием, действием Духа Святого. Дух играет более важную роль, его водительство, нежели ритуалы. Ритуалы свою функцию выполняют, но главное в нашей общине это действие Духа Святого, который побуждает нас к любви, к служению, к жизни в истине, и так далее, и так далее. Принятие Иисуса Христа, доверие. Другими словами, на самом-то деле, вот смотрите, мы в Церкви Христовой для чего? Для того, чтобы... Мы думаем, я прихожу в Церковь, чтобы что-то получить. И многие, столько много людей говорят, я больше в Церковь входить не могу, потому что я там уже ничего не могу получить. Но насколько это заблуждение великое! Это да и аминь. Мы приходим в Церковь, чтобы получить, потому что я могу получить через тебя что-то, чего у меня нет. А это есть у кого-то, и кто-то может поделиться. Другими словами, он может поделиться своим примером, как, да и он доверяет Иисусу Христу. Другими словами, мы ободряем, показываем практически, как мы доверяем Иисусу в трудных обстоятельствах. И тот человек, который думает, я больше не пойду, там не могу, но с другими... Но это игра не в одни ворота, что я прихожу и только получаю, получаю. Извини. Ты тоже можешь послужить кому-то. Вот приходя в Церковь Христову, настраивайся, что и ты получишь, и через тебя кто-то получит. Что это вот такое взаимно, такие сообщающиеся сосуды, перетекание в друг друга, что я нужен в Церкви не только для того, чтобы вот массовку создавать, а для того, чтобы своим вот этим путем веры делиться с другими, помогать. Вот знаешь, у меня было так, и когда Иисус, была такая ситуация, Иисус, я воззвал к Иисусу Христу, и Он такое чудо в моей жизни совершил, что я даже не мог себе представить. Когда в моей жизни реально на меня напало, у меня было много денег, и бандиты напали на меня и знали, что у меня много денег. Они не просто случайно напали, они проследили и напали. Шестером. И у меня нет шансов. Но я воззвал к Иисусу Христу и потерял только рукав от куртки. И все. И больше ничего. И жив, здоров и с деньгами. И это, в этом Иисус показал свое могущество, свою славу. Кстати, когда меня вот окружили, то в этот момент мне некуда было идти. Справа, слева меня держали, впереди стояли несколько человек, внизу асфальт, сзади бетонная стена. И вы знаете, куда был единственный путь, который не был закрыт? На небеса. Иисус говорит, я от вышних, я от вышних. И я получаю. И я пошел вверх. Вот Бог дал такое откровение. Вверх. А там было свободно. И вот как раз это и был единственный путь выхода. Что вверх, и потом все остальное. И все разрешилось. Вот так вот Бог показал спасение великое в моей жизни. Я потом пришел и понял, вот это спаситель. Вот это. Можно призвать его в такой ситуации. И получается, своим свидетельством, мы с вами видим Евангелие Тана, все свидетельствуют об Иисусе. И я свидетельствую вам об Иисусе Христе, как он спас меня в этой, кажется, безвыходной ситуации. Вот такая главная задача. И получается, своим свидетельством об Иисусе, то, как он работает в моей жизни, я могу служить ободрением, поддержкой моим братьям и сестрам во Христе. Вот какая задача. И поэтому ни в коем случае нельзя вот эту, подпасть на этот обман, что я уже ничего не получаю, больше в церковь ходить не буду. Церковь нуждается в тебе, и ты нуждаешься в ней тоже. Да, это идет вот взаимный обмен. Да, что Иисус — это вот этот вот странник с неба. И вот я помню, мы путешествовали по Германии, в Германии там вот по автобанам ездишь, и там бывает постоянно такая вот, ну, такая табличка бывает, ну, не постоянно, а вот время от времени, что съезд с автобана закрыт, потому что там ремонт дороги. То есть когда там ремонтируют дорогу, там ее закрывают. И написано, там, путь закрыт, да, путь закрыт, путь закрыт. Там такое слово по-немецки, gesperd, der Weg ist gesperd. Путь закрыт. И какое освобождающее значение имеет тот факт для нас, что путь наверх, он никогда не закрыт. Путь к Иисусу Христу открыт всегда. И вот это нужно помнить и никогда не забывать, да, что в любой момент можно воззвать к нему. И это вот, можно сказать, вот эта экклезиология Евангелия Атеана. И эсхатология учения в последнем времени, мы уже говорили, она реализованная, что жизнь вечная, она уже сейчас благодаря нашей вере, вере в Иисуса Христа. Поэтому каковы особенности вот этого Евангелия Атеана? Какое влияние, да, оно могло оказать? Вот на что мы должны обратить внимание? Это, конечно же, такой вот, ну, немного сектантский взгляд на мир. Я объяснил, он необходим как раз вот в критических ситуациях. Потом мы посланы, чтобы свидетельствовать этому миру, только что об этом поговорили. Также своего рода есть разделение в общине, и каким образом эти разделения преодолевать. Это тоже в Евангелии Атеана мы видим, что вот это вот отделение общины Иоанна от общего контекста и непринятие какого-то вот учения Иисуса Христа, что многие, ну, оставили вот это вот непонимание в каких-то вопросах, тогда они оставили Иисуса Христа и, может быть, оставили общину Иоанну. И это духовное Евангелие о значении и значимости Иисуса Христа. Мы тоже об этом уже много-много поговорили. И последний момент — это, конечно, вот этот вот антииудаизм Евангелия, но его суть, вот нужно объяснить, что это не просто ненависть Иисуса ко всем иудеям. Да как это? Иисус сам был иудей, он пришел к своим. К сожалению, удивительно, пришел в свои места и свои, то есть на родную территорию. Вот в этом Евангелие Тану у нас переведено «пришел к своим, и свои его не приняли». Но на самом-то деле он пришел в свои места, а вот свои почему-то его не приняли. И, к сожалению, да, в какой-то момент, что церковь вот не совсем была успешна в отношении достижения вот этих вот тех, кто этнически был своими Иисусу Христу. И мы видим, что вот эта община Иоанна, она как раз находится в том консексте, где вот община уже иудейская, да, иудеи — это не просто все иудеи, которые там ненавидели Иисуса Христа, это как раз вот, можно сказать, те, кто продолжают двигаться вот в старой парадигме и не смогли принять вот эту новую парадигму Иисуса Христа. Да, на этом, я думаю, мы заканчиваем рассмотрение Евангелия Танны. Я думаю, его можно рассматривать еще до бесконечности. Но вот это такие основные акценты, которые, я надеюсь, они помогли, и уже в дальнейшем изучении этого Евангелия можно будет углубиться в те или иные вопросы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok